Благовещенцы Как готовься к войне Начали выпускать в начале 20 века в Германии Тому, что пистолет дошел до Дальнего Востока Еще и в хорошем состоянии Удивился даже опытный эксперт Рассказал оружие боевое Правда не с родным магазином для патронов А сделанным умельцами Перед деланными оказались и два револьвера Которые нашли во время обыска в квартире задержанного За незаконное хранение оружия Благовещенец оказался под подпиской о невыезде На него завели уголовное дело Где находились вы Как мы взяли ружье И по какому направлению мы произойдем выстрел А это кадры с показаний на месте Мужчину подозревают в убийстве Причем выдала его жадность Как стало известно, обвиняемые пропавшие поссорились Конфликт оказался роковым Обвиняемый выстрелил в парня из ружья Тело оставил в траве на Астрахановских лугах Сам поехал в банкомат Снял 480 тысяч рублей с карты убитого И наивно полагал, труп не найдут под снегом Не нужно думать, что нет тела, нет дела В гараже, в гаражном массиве человека убили В этом же гараже соорудили из двух бочек печку И три дня жгли Потом мы прах развеяли в районе Астрахановских лугов Опять же бочку распилили, раскидали Нету трупа вообще Но человек понес свое наказание Даже уже осужден и получил, по-моему, 14 лет лишения свободы Каждое преступление – потрясение для родственников Новое раскрытое дело в карьере сотрудников УГРО Они ловят злодеев в подвалах, ищут в болотах и лесах Попался благовещенец, который крал микрогрузовики Отгонял их в один и тот же поселок Снимал госномера и продавал сельчанам Один из похищенных автомобилей сыщики нашли с помощью компаса в лесополосе Впрочем, лес – это не самое нестандартное убежище Сотрудники отдела УГРО вспоминают случай, когда злодей пытался скрыться от полицейских в комнате общежития Услышали шум, шорох в шифонере, который стоял рядом с входной дверью То есть дверь открыли и увидели данного человека, который держался за ручку, как в автобусе Все это была конечная его остановка Сколько злодеев среди прохожих может насчитать обычный человек? Сколько их может быть среди ваших соседей или пассажиров автобуса, на котором вы ежедневно добираетесь на работу? А вы замечали, в какой они обуви или какое количество родинок на их лице? На все эти детали мы не обращаем никакого внимания Из всех этих деталей полицейские рисуют картину преступления Серия краш и мошенничества за плечами у этого злодея Он старался не попасться Воровал из частных домов в разных районах города Брал технику, золото, деньги На выходе из дома его и поймали сотрудники УГРО Вместе с похищенным имуществом Злодей тогда и не подозревал, что полицейские уже знали Он ранее судим И так бывает чаще всего Понять, бывалый преступник или нет, помогает детальный анализ Злодеев, которых подвела маскировка, потерпевшие описывают по памяти В программе можно собрать лицо полностью, вплоть до морщинок Недавно был случай, получается, женщины с потерпевшей составляли субъективный портрет По факту открытого хищения имущества, по факту грабежа То есть составили портрет, разослали ориентировку И сотрудники патрульно-постовой службы задержали похожего человека И на самом деле им оказался он злодей Первые признаки они обнаружили, что повторичное окрашивание было рамы Соответственно, после проведения некоторых манипуляций С помощью смывки краски Было установлено, что номер шасси рамы, вот он здесь находится Он изменен Начальника экспертно-криминалистического отдела Александра Лескова не провести Он знает, как распознать авто с перебитыми номерами И умеет доставать первоначальные Подобными экспертизами занимается с конца 90-х Тогда еще перебивали москвичи Всегда интересно добиваться, откуда машина, что с ней происходит И чувство удовлетворенности личной Когда хозяину машину возвращаешь после угона Который несколько лет она где-то бродила Я выявляю этот первичный номер Мы узнаем, что она у кого-то угнана И возвращает ему человеку Просто приятно Опытные полицейские не так могут удивлять Последу на оконной раме, допустим, после кражи Могут сказать, чем орудовал злодей Один из последних случаев эксперт изъял на месте происшествия следы обуви Элементы рисунка подошвы остались на полу И по памяти определил, какой марки кроссовки были на преступнике Тем самым сузил круг подозреваемых Благодаря способности замечать малейшую деталь Амурские полицейские достойно несут свою миссию Ежедневно защищая нас от злодеев А некоторые, так случается И вовсе не возвращаются со службы домой В 2021 году, выполняя свой служебный долг Погиб Вячеслав Шевалье Во время дежурства инспектор остановил авто Для проверки информации о возможной причастности водителя К противоправной деятельности В тот момент, когда он подошел к машине Водитель возобновил движение И причинил полицейскому, который пытался этому помешать Телесные повреждения Несовместимые с жизнью Телесные повреждения